Потому что у них все лучше. Кругом. Все. Всю жизнь были враги, особенно Англия. А не знаю, что им, вот расчеленить хочется. Я считаю, что это олигархат. Франция, Германия, Америка. Все враги. У России всегда одни враги. Зачем Майдан устраивали у нас на границах? Я не верю, что русских так ненавидят все. Есть ли у России какие-то враги, и кто вот сейчас у России враг? Конечно, есть. А кто? Ну, а зачем Майдан устраивали у нас на границах? Был же договор, что НАТО не расширяется на восток. Зачем нам ракеты поставили? Все, что происходит, это, конечно, ужасно. И у меня друзья, и родственники на Украине. Но я думаю, что другого выбора не было. Я училась на Украине в 91-м году, уехав из Москвы. И вот то, что они говорят, что не было никаких проблем с русским языком, это неправда. Как только развалился Советский Союз, а девочка-москвичка оказалась в Харькове. Нам тут же выдали учебники на украинском. Причем такие, что вот создал Господь Бог земной шар и Украину. А все остальные там как-то самозавелись, как микробы. Америка. А почему Америка? Ну, мне так кажется. А почему, вот как вы считаете? Для них мы самый первый враг. А что мы такого им сделали, что стали им врагами? Или они нам? Они нам завидуют. У нас очень много природных ресурсов. Им хочется их получить. А Китай? Вот он, наш Сибирь. Ну, может быть. У меня сейчас на первую мысль вот про Америку. Америка. Почему? Ну, все так считают. Не знаю. Я как-то так же. А вы как считаете? Как все? Ну, нет, но как-то тоже склонен к этому. А почему вот? Потому что все так считают? Или есть какие-то конкретные факты? Вот на чем вы основываете свое мнение? Ну, мы не дружим с Западом. Вот. А почему? Потому что у них все лучше. Чисто поэтому. Может быть, нам нужно стремиться к тому, чтобы у нас все было лучше? По-любому. Как? Больше работать. Чтобы что? Чтобы было больше денег. Зачем больше денег? Чтобы больше реализации было всяких. Различно. Смотрите западные фильмы. Да вы возьмите хотя бы того же Рэмбо. Господи, это такой кошмар показывает. Про русских все известно. Ну, как мы могли поругаться, допустим, с Америкой? Вы хоть понимаете, что, допустим, согласно статистике, по-моему, 97-го года, каждый седьмой американец не способен показать своей страны на мировой карте? Это опрос производился, по-моему, до 20, ну, в возрасте от 18 до 24 лет. Каждый четвертый не способен показать Тихого океана. А многие вообще предполагают, что Европа – это такое государство. Как вы думаете, с этим можно поругаться? У России есть сейчас враги, и вот на сейчас кто у нас враг? Все враги. У России всегда одни враги. Что же нам делать, россиянам-то в этом? Богу молиться только осталось. Если вот так кругом враги. Ну, что ж, конечно, кругом враги. Почему они враги? Всегда они враги были. Все. Что им нужно? Вмечания, американцы, всегда были враги. Что им нужно? А не знаю, что им. Вот расчленить хочется. Страна у нас что-то очень большая, им завидно. Да он сейчас, считаю, как раз в эту книгу Чуковского «Победа», что они творили вон. И Зинхауэр, и эти все гады, сволочи. Враги, да они были всю жизнь. А почему? Откуда они берутся? Неужели они за дверь? Вы смотрите, что говорят наши по телевизору, нет? Те, которые умнее нас с вами в 10 раз. Всю жизнь были враги, особенно Англия. А почему они враждуют-то с нами? Этого тоже вы не служите, да? И за денежек, и за того, что там. Кругом. Все. Почти что. Например? Все окружение. Европа точно. США точно. Англия точно. Как вы думаете, почему так получается? Ну, я думаю, что территория большая, ресурсы большие. Слишком много желающих. Нашу территорию? Да. Ой. Я так думаю, вокруг нас вообще не враги. Как так получилось? Ну, вот не знаю, не знаю. Не знаю. Хотят, чтобы нас не было, России нашей. Ну, мне кажется, что сейчас это понятно. Достаточно. Ну, большая часть западных стран не очень настроена по отношению к нам, я так считаю. Почему так получилось? И почему они так настроены, да? Ну, мне кажется, что в этом может быть какая-то экономическая выгода. Ну, наверное, всегда так. Вот, к сожалению. Олигархат. Я считаю, что это олигархат. Почему именно олигархат? Ну, потому что, когда в 90-х они обрели, ну, огромную власть, хоть наш главнокомандующий утверждает, что мы победили олигархат и больше от него независим, и правительство управляет, и у него все под контролем. Ну, люди, которые живут в регионах, являются, ну, живут за счет предприятий, которые владеют эти олигархи, они в полной мере ощущают это влияние на себе, когда за какую-то ничтожную зарплату приходится выживать, когда, ну, на предприятии там 35-40 тысяч люди живут, и им кажется, что это даже нормально, что лучше так, чем никак. Мы владеем очень малой информацией. Когда смотришь академистику и другие профессоров, а у России всегда были извечные враги, уж больно большая страна, уж больно. Она не может просто понимать, не может быть ни империей, не может не включать в себя всякие народности, которые имеют свою, а как ее управлять. Вот Ельцин так управлял, по-моему, плохо. Горбачев еще хуже. Ну, как нам объяснили, они не готовы, это политика маленького ранга. Что касается нашего президента, не потому что там прямо я с ним со всем согласен, но ему не нужно так много, что он уже, я вот не верю в дворцы и как так далее. А враги? Враги? Олигархи, наверное, наши враги, потому что, как вчера опять же сказали, очень умные люди. Пойди плохо, сиди, никаких перемен, а в хрен нужно там бывать. Но, с другой стороны, страшно становится, что 50 стран против нас. Я встречался с нашим молодежью в экстремальной ситуации, молодыми ребятами, вот этими вот, которые там, и джинсы у них не так, и одежда не так, и ракезы, или не поймешь, как же они помогли вот старикам, вот в таких вот, вот прям вот, патриотов, прям вот это вот, это я видел. И не вся вот молодежь, я не видел богатых вот этих вот, которые на Кюгене, как бы, на Мазерате ездят. Я тоже видел таких, которые прям искренне выходят, выбегают из машин, помогают, что-то такое-то. Поэтому, что сказать, враги. Я не верю, что русских так ненавият все. Ну, наши купцы раньше ездили во Францию, в Баден-Баден, где они только не были, да? Ну, что ж там, их-то все ненавидели, они там оставляли большие деньги в казино, или как там она растет. Ну, что, ну, они возвращались на родину. То, что сейчас сделано, мой внук и мой сын, мы такой никогда даже не могли мечтать. Они, сын, внук мой, мой сын объездил почти всю Европу. Работали обыкновенно, они не были, как вот, топ-менеджерами. Все повидали. Живут прекрасно. В прекрасной квартире, в прекрасной мебель. Да я вот сумки ношу тоже, не пустые. Так что, лучше стало жить, ну, гораздо, во сколько, в пять раз, может, в пять раз. А кто у России? Есть ли у нее враги какие-нибудь? Враги у России? Да. Нет, ну, мы с врагами сейчас боремся, воюем. Франция, Германия, Америка. Я считаю, что раз мы их не поздравляли с праздником, Путин не поздравлял, значит, они наши враги. Да не знаю. Я думаю, что нет. Мы сами себе враги скорее. Да, быстрее всего. Чего? Враги есть у России? Ну, кругом одни враги. А что же делать с россиянам-то, Вася, с врагами вокруг? Ну, что, бодаться. А дальше как? Ну, вот бодаемся, и вот что, ничего пока. Ну, и что, ничего. Ну, а дальше видно будет. Территория большая, богатая. Как воевали, так и будем воевать. Я хочу сказать, что я не отношусь к разным видам и прочим, и к людям, как к врагам. У каждого человека есть что-то, что мне не нравится. Я прекращаю общаться, понимаете? А видеть врага в этом человеке, потому что он меня не устраивает, я не могу, не тот человек. Поэтому я отношусь спокойно. Я с Дальнего Востока, вы знаете, там люди как относились ко всем. Там не было слова сказано, ах, он еврей, я нет. Когда я приехала в Москву, то это на меня произвело впечатление. Там приезжали корейцы, это, там рядом Япония. И все относимся спокойно. И так я отношусь ко всем остальным. К тем же американцам, какая разница, белые они или черные. Это люди. И к людям надо относиться. Достаточно это. И видеть врагов не надо. Ни в странах, нигде. Это не приносит добра. Враги. Господи. Ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова